Здравствуйте! Сегодня наш разговор пойдет о цветах, о комнатных цветах. И все садоводы, цветоводы-любители комнатных растений будут очень рады, услышав такую информацию. Это подставки. На самом деле сейчас вот в период зимних дней, когда цветовой день достаточно короткий и света у нас мало, а растений у нас много. И каждый раз встает вопрос, где же все разместить поближе к свету, чтобы наши растения получили по максимуму световой день. Хит сад о нас позаботился. Большое ему спасибо. Великое множество. Когда я их увидела, я просто хотела купить все. Есть подставки белые, есть черные, есть с патиной, есть подставки, которые сделаны вот с таким оформлением декоративным, есть очень лаконичные. Вот такие вот светленькие подставки, белые, чисто белые, с патиной. Они прекрасно впишутся, если у вас окно светлое. Очень гармонично, очень лаконично. Ну, просто одно удовольствие. Подставки есть, которые рассчитаны на большое количество цветов. Вот представьте, вот сколько, вот на такую подставку вы можете подставить горшочков. У вас создастся на подоконнике, ну, честное слово, просто огромные клумбы. Опять-таки уже ухаживать за ними получается очень удобно. То есть все цветы стоят в куче. Здесь вот наверх мы можем выставить цветы, которые больше потребляют цвета. Вниз мы можем расположить цветы, которые, ну, скажем так, не то, что менее требовательны к цвету, но которые больные, терпеливые. Вот. Что еще? Ухаживать очень за ними удобно. То есть когда, ведь недаром же существует такое мнение, что когда цветы растут в куче, то они создают какую-то определенную влажность. То есть они легче переносят в сухой воздух квартир. Опять-таки вне корневую подкормку. Представьте, как удобно делать. То есть вы брызгаете и одним махом обрабатываете все растения. Не по отдельности, а все махом. Поливать опять вы подошли. Очень удобно. Вот. Что еще? Все подставки сделаны из экологически чистых материалов, устойчивые. Ну, красивый дизайн. То есть они вписываются в любую квартиру и, ну, согласитесь, являются украшением дома. Есть подставки вот такие черные, которые контрастные, а контрастово к окну. То есть это для любителей черно-белых цветов. Согласитесь, здесь вот будет очень красиво смотреться цветущие растения. То есть подставка идет по контрасту не просто с окном, но еще и с цветущим растением. Я сейчас вот последствия вам покажу, как можно задекорировать каждую подставку. То есть вы увидите, как она смотрится в живом эфире. Есть вот такие подставки, которые рассчитаны на два цветка. Они тоже. Если у вас не так много цветов и вам не нужно вот такую вот огромную подставку, можно вот такую лаконичную подставочку, рассчитанную на два цветка. Мне еще понравилась вот такая подставка, которая рассчитана на три цветка. Итак, смотрите, как можно вот такую вот подставку лаконичную задекорировать. Можно поставить вот так. Вверх какой-то очень яркий цветок. внизу поменьше цветочек и здесь смотрите какая красота у нас получается смотрите какая красота можно прям тематически сделать здесь композиции поставить какие декоративные свечи зажечь можно какие-то фонарики светящиеся или какие-то фигурки то есть тем самым создать дополнительное оформление окно согласитесь это тоже приятно да я думаю что все мои советы вам пригодились заходите к нам на хит сад выбирайте себе подставку и вы я верю по достоинству оцените ну возможности этих подставок всего вам хорошего а